коллеги прошу прощения за заминку долго искали кнопку начала записи вебинара для тех кто будет слушать этот вебинар в записи я еще раз повторюсь что меня зовут петров алексей компания уля дистрибуции сегодня мы разбираем встроенный функционал one-time password у tp netscaler и данный вебинар хотелось бы провести еще раз повторюсь двух частях немножко поговорить о теории немного вспомнить что такое многофакторная аутентификация немного вспомнить что такое у tp в целом и в чем же новшество которое вот привнесли citrix версии netscaler 12 когда появилась эта функция otp как встроенный ресурс как встроена функция netscaler а также этот практикум который является основной частью нашего вебинара он предполагает непосредственно настройку еще раз повторюсь в сети есть немножко информации об этой маленькой функции найти по типе она при этом она достаточно разненная и буквально существует два видео зарубежных по которым достаточно сложно понять а что вообще люди вводят и почему именно вот такие настройки как они работают и вообще в чем логика вот этих всех алгоритмов поэтому сегодня после теории мы постараемся пройтись по четырем кейсам то есть нам нужно будет сделать основной настройки для того чтобы попасть на сервер балансировки также мы сделаем небольшую настройку чтобы это функционер типа заработала с uniform gateway рассмотрим изначальную уязвимость которая присутствует при настройке по умолчанию когда пользователя у которых их сотовые телефоны еще не зарегистрированы они все равно могут входить то есть там есть такая уязвимость и об этом расскажу и последнее мы еще также посмотрим чем заключается небольшая настройка для того чтобы наш утепи заработал со входом через гейтвейна storefront что такое многофакторная аутентификация я думаю очень многие последнее время об этом слышали и по сути определение достаточно простое то есть это метод контроля доступа при котором от нас требуется более одного доказательства кто мы есть или механизм аутентификации на картиночке справа видите ну практически здесь семь факторов аутентификации включая охранника и если говорить о том что такое фактор аутентификации то словарь нам подсказывает что существует фактор знания фактор владения фактор свойства фактор звания знания это пароль если это например наши лдап креденшалов либо пин-код фактор владения подразумевает какое-то физическое устройство ключ смарт-карта фактор свойства это в основном биометрика та которую видите на картинке в рамках нашего сегодня вебинара а мы рассматриваем именно фактор знания так как пусть и найти в он-тайм пасворд это не что иное как пин-код и при этом вот эта связка лдап плюс потепи она является факторной аутентификации то есть совершенно не означает что двухфакторная многофакторная означает что должны быть все три достаточно одной просто разных типов когда мы говорим с вами о многофакторной аутентификации в рамках устройства netscaler дома в первую очередь попадаем или обращаемся к такой технологии как триплей лейпли кричин трафик эта технология я повторюсь словами михаила соболева его вебинара еще прошлого года эта технология была создана давно она себя зарекомендовала она проявила себя как устойчивая работоспособная но она обладала достаточным примитивизмом вот и она была достаточно нелинейный достаточно негибкой смысл ее заключался в том что когда пользователь обращался к какому-либо ресурс он передиректовался на сервер аутентификации все данные которые на себе вводил имя пользователя пароль не уже отсылались и кэшировались воды или сервере который непосредственно производит аутентификацию и при этом данная система она задавала очень строгое исследование такой иерархичная когда у нас есть первичные факторы есть вторичные факторы и данная система она не предполагала какое-то разветвление то есть у нас всегда если пользователь проходил первый фактор он попадал на второй если первый не проходил он не попадал никуда вот такой механизм далеко не всегда нам полезен к тому же данная система она предполагала статическое окно входа статические интерфейс который невозможно было настраивать либо можно было носить какие-то настройки но они могли слетать после перезагрузки вообще вели себя недостойно как ответ компания citrix на подобную на подобную ситуацию когда в модели triple и у нас существовали множество ограничений она была не гибкой она была примитивной компания citrix разработала технологии которая называется n-фактор которая в принципе вот все нами известно нам известные и перечисленные недостатки они были полностью пофиксены исправлены технология n-фактор предполагает что уже не существует иерархия факторов то есть не существует ни первичных ни вторичных факторов но существует алгоритм существует алгоритм построены на условиях таким образом у нас люди или пользователи которые входят на какой-то ресурс входят они из интернета или за локальной сети они могут быть членами группы пользователей могут быть членами групп администратор то есть вот эти вот это все разнообразие она учитывается зависимости от зависимости от того откуда человек входит может получать разные окна приветствия он может получать разный набор факторов аутентификации которые от него требуется чтобы попасть на тот или иной ресурс еще также важное дополнение что в старой модели triple a для осуществления нескольких разных вариантов аутентификации нам пришлось городить множество разных серверов аутентификации которые требовали каждый свой как минимум публичный айпи и соответственно отдельная отдель они переходили на разные ресурсы и требовали отдельную отдельно администрирование в случае технологии n-фактор у нас остается единственная точка входа один единственный айпи и при этом алгоритмы по которым проходит аутентификация тех или иных пользователей она задается в правилах и в технологии policy label о котором поговорим чуть позже когда мы говорим о вот нововведении технологии n-фактор во первых у нас появляется понятие как логин схема и я сейчас буквально пробегусь по двум ключевым параметрам логин схема и следующий полисе лейбова лишь для того чтобы те люди которые с этим не знакомы вообще могли ориентироваться в практической части где у нас именно настройка этих параметров и будет происходить логин схема это xml файл или форма которая определяет вот непосредственно интерфейс который пользователь видит перед собой она определяет те поля эти условия которые система просит пользователей ввести и также это логин форма логин схема она может быть привязана либо к серверу аутентификации либо она может привязана непосредственно к одному из факторов то есть например люди или пользователи которые должны проходить аутентификацию через льдап они могут видеть один интерфейс пользователи которых требуется аутентификации через радиус они в виде другой интерфейс а также логин схема она предполагает что будучи всего лишь xml файлом она предполагает простой редактирование себя как минимум вы имеете возможность кастомизировать данную страницу вы можете менять картинки можете менять логотипы то есть каждая компания может иметь свою индивидуальную страничку точно также существует множество предустановленных вот этих вот наборов логин схем которые идут с нет скейлером либо вы их можете скачать в интернете вот и еще что можно сказать что это этот элемент логин схема она позволяет нам также извлекать группы ад таким образом мы можем осуществлять различную аутентификацию пользователей зависимости той группы в которой они находятся следующий элемент который важно уточнить и о котором важно рассказать в связи с многофакторной аутентификации и особенно с от и пи это полиси вейбл сам термин полиси вейбл он существовал на это киллер достаточно давно но при этом именно с сведением технологии инфактор он стал неотъемлемым условием для осуществления непосредственно вот это многофакторной выборки смысл в том что у нас как мы помним есть action есть политика action это непосредственно то что нам нужно сделать а политика это то когда нам нужно произвести этот action полиси вейбл это алгоритм это микропрограмма и набор условий который определяет ход или движение или выборку этих политик таким образом вот это разветвление когда в зависимости от разных условий можем мы можем производить разную аутентификацию можем производить разные действия она как раз осуществляется за счет существования полиси вейбл в котором мы можем назначать разные политики и назначать раз для их выполнения таким образом с возникновением полиси вейбл у нас в принципе термин секондаре фактора он пропадает как вид также еще буквально перед тем как перейдем уже непосредственно к типе хотел добавить что с вводом технологии n-фактор у нас больше нет ограничений на два фактора то есть именно с введением технологии n-фактор эта система стала по-настоящему многофакторной до этого всего было два фактора и теперь давайте действительно перейдем уже непосредственно к теме тема нашего сегодняшнего вебинара это one time password вот эта аббревиатура otp она относится к одному единственному фактору то есть это не обязательно может быть двухфакторная там несколько факторная аутентификация она лишь подразумевает что существует технология когда на сервере аутентификации и у пользователя в рамках его мобильного телефона зачастую то есть это может быть android устройство apple устройство это неважно на телефоне присутствует установлено приложение клиент зачастую это google authenticator это самое распространенное это то приложение которое цитрикс протестировала и когда то есть технология заключается в том что пользователь может зарегистрировать для своего имени пользователя пароля то есть для своего аккаунта может зарегистрировать одно или несколько устройств в процессе регистрации сервер аутентификации устройства обмениваются специально сгенерированным 80-битным 16-значным секретным причем которое впоследствии позволяет нам приложение генерировать каждые 30 секунд шестизначное случайное число и для того чтобы пользователь мог войти в систему ему нужно ввести его имя пользователя его пароль то есть это стандартная ильдап схема например и нужно будет ввести текущий код который выдают его устройство дальше у нас будет небольшая видео демонстрация вы поймете каким образом это происходит и что конкретно там должно осуществляться но для чего об этом мы сейчас говорим говорим об этом потому что данная технология у тебя она точно также не на вам она присутствовала еще и в предыдущих версиях но для осуществления данной технологии до версии 12 фичер релиз вам нам нужно было использовать радиус сервер от стороннего производителя отдельный сервер это необходимость его иметь содержать администрировать и соответственно именно вот эту небольшую проблему для кого-то может быть большую citrix как раз вот решили исправить таким образом что у нас теперь нет необходимости иметь отдельный радиус сервер данная функция генерации этих одноразовых паролей а также управление вот этими устройствами для каждого пользователя она осуществляется непосредственно на на скейлере поэтому давайте посмотрим как непосредственно происходит взаимодействие пользователя интерфейса на этом коротком видео с моими комментариями на в данном окне вы видите прошу прощения в данном окне вы видите а изначально окно входа в систему в данном случае не файл гейтвей который предполагает двухфакторную идентификацию от пользователя требуется ввести его имя пользователя пароль и то самое шестизначное число как паскод при этом данный данный кейс он предполагает что пользователь еще зарегистрировал свое устройство не зарегистрировал свой мобильный телефон поэтому для осуществления регистрации данный пользователь заходит по специальной ссылке а именно он просто добавляет manage otp и таким образом он попадает в другое окно вы видите другой интерфейс который не требует уже от него ввода пароля это всего лишь однофакторная идентификация введя своего ген и пароль данный пользователь попадает уже в окно который предлагает ему зарегистрировать новое устройство которым он выдает имя мобайл и для этого устройства нажав на кнопку go генерируется вот это вот 16 значное число это тот самый секрет то самое секретное слово на основе которого будет генерироваться наш пароль нашу теперь этот qr-код он сформирован на стороне google то есть если мы заходим на эту страничку с машины на которых есть выход в интернет то здесь просто вот на этой страничке в html коде там есть ссылочка которая отправляет запрос на google и уже google формирует саму картинку но по сути эта картинка нужно только для того чтобы человек взял в руки свой мобильный телефон вы видите справа это отображение в данном случае я понимаю iphone запускает на своем мобильном телефоне приложение google google authenticator и нажав на кнопку сканировать штрих-код вы видите он поднес данный телефон к экрану штрих-код сканировался отсканировалось вот это вот секретное слово и в случае того здесь очень важно если на скейлер устройства и телефон если они синхронизированы если время системное их синхронизировано то есть у них не стоит вручную а если они действительно синхронизируют с каким-то единым источником например с интернет сервером тогда вот это вот взаимодействие сработает и вы получите одно и то же вот это вот число на стороне сервера и на стороне клиента получив данное число здесь же в этом интерфейсе вы можете его проверить ну просто сразу посмотреть работает или нет здесь обращу ваше внимание тикают часики 30 секунд они показывают время жизни данного пароля который у вас сейчас под рукой и затем уже возвращаясь на изначально страницу входа который мы пытались попасть с нашим именем пользователя паролем и еще нашим потепи в данном случае мы это можем сделать ведя наши креденчал с ведя вот это значение с телефона и как вы видите мы попадаем на окно мы попадаем в интерфейс нашего great way таким образом происходит вот это взаимодействие и именно эта функция является темой данного семинара то есть каким образом можно настроить на скейлер чтобы функция была реализована чтобы можно было настраивать свои девайсы свои мобильные телефоны чтобы у нас все это работало дальше я бы хотел немножко немного остановиться на том а как это все работает я постараюсь не затягивать и постараюсь пробежаться по настройке как можно скорее у нас не так много времени смысл в том что как вы видели пользователь заходил на сайт балансировщика но при этом он был он редиректился на сайт аутентификации и при этом для того чтобы ему попасть в интерфейс менеджмента управления устройством ему нужно было дописать определенно заданное слово менеджетипе в конце url когда мы это слово дописали это дало нам возможность это слово иметь в коке и система на сервере аутентификации она имеет возможность отследить вот эту коке имеет возможность показать или дать пользователю войти именно в интересующую нас страницу таким образом его юзернейм и паспорт они все равно точно так же валидируются как ильдап на на сервере актив директоре и после валидации пользователя также происходит запрос нет ли уже зарегистрированных за этим пользователям устройств если устройство есть формируется список из этих устройств если устройство нет то у нас есть возможность его добавить вы видели что мы это устройство добавляли в это же в это же время формировался некий секретный ключ если это устройство мы сохраняем то она сохраняется именно в ильдап она сохраняется в актив директоре в карточке нашего пользователя в одном из атрибутов которые который называется юзер параметры то есть у каждого пользователя в актив директоре есть множество разных атрибутов и если вы хотите например использовать такой способ то должны именно проследить что вот вашей вашей сети то есть вашей архитектуре этот параметр пользователь не задействовал таким образом вот это секретное слово зарегистрированные девайс они сохраняются именно в этом атрибуте и затем уже интерфейс отрабатывает что мы это это устройство сохранили и дальше мы можем перейти уже непосредственно ко входу в систему на данной схеме вы видите что опять же есть наш пользователь и данная схема как и предыдущий они показывают только логику это ни в коем случае не сетевое взаимодействие как таковое это просто логика алгоритма она заключается в том что мы пытаемся попасть изначально на сервер балансировки lb и просто заходя на этот юрл мы сразу редиректируемся на сервер аутентификации потому что у нас так настроено на этом сервере аутентификации у нас возникает определенная интерфейс заранее заданным у нас в руках на нашей стороне уже в нашем телефоне генерируется а потепи one time password и обладая вот этой тройкой переденшал с юзерным пасворд и паскод мы их вводим происходит валидация на стороне актив директори и если а пользователь проходит первую а первый фактор если он завалидирован дальше происходит валидация прошу прощения дальше сразу запрашивается для этого пользователя вот это секретное слово и соответственно на стороне сервера аутентификации происходит сравнение что ввел пользователь и что сгенерировал по данному секретному слову а сервер если совпадает то проходит второй фактор аутентификации и соответственно нас уже при директор или директи от обратно на тот самый ресурс на котором мы заходили изначально на сервер балансировки а сервер балансировки он изначально основан для того чтобы перенаправлять нас уже на другие интересующие нас ресурсы зависимости от других политик зависимости от других условий это было как краткая теория я надеюсь я вас не сильно утомил и точно так же надеюсь я не сильно вас утомлю дальше потому что в этом заключается основная то есть дальше пойдет то в чем заключается основная идея данного вебинара а именно в нашем распоряжении вот тот ноутбук с которым я сейчас вещаю он представляет из себя среду hyperv вы видите hyperv это ноутбук у которого два сетевых интерфейса внутри этой среды hyperv развернута три машины netscaler vpx основная машина которая нас интересует развернута машина с active directory dns dhcp и собственно с этой машины с а да мы будем производить весь менеджмент через веб-интерфейс точно так же просто для одного из кейсов развернут еще delivery controller zen desktop и storefront одно из соединений брежуется интернет просто для того чтобы у нас была возможность видеть qr-код чтобы он генерировался на стороне google и одно соединение просто внутренне для возможности администрирования этих машин я еще раз напомню что целью нашего вебинара что мы вообще в итоге должны получить первое задание заключается в том что нам нужно из однофакторной нотификации нашу систему настроить таким образом чтобы у нас появилось окно интерфейса и у нас появилась возможность обрабатывать второй фактор нотификации через one time password мы должны создать страничку позволяет нам регистрируют наше устройство и в конечном итоге первого нашего задания мы должны попасть на страницу стандартного windows веб-сервера из на нашем а.д. то есть вот эта вот синяя страничка это как раз тоже должны получить в итоге я сразу быстро пробегусь чтобы было понятно чем будем заниматься дальше второй момент который мы пройдем это до настройка мы посмотрим а можно ли использовать утепи аутентификацию для того чтобы попадать на unified gateway до этого мы будем стараться попасть на сервер балансировки следующий момент мы постараемся исправить вот эту досадную уязвимость когда пользователь в данном случае администратор у которого еще не зарегистрировано ни одного устройства он при дефолтных настройках может ввести только логин имя и свое имя пользователя и пароль может не вводить по типе и система все равно его будет пускать то есть нам нужно будет настроить дополнительные условия который будет его тормозить и последнее что нам нужно будет сделать нам нужно будет немножко поднастроить нашу систему чтобы мы также могли в один клик входить на storefront чтобы storefront не беспокоило наличие дополнительного фактора в виде паскода потому что ему нужен только имя пользователей пароль поэтому коллеги еще сразу вам скажу что будет достаточно непонятно по этой причине во первых я сам сейчас так вот сверну во первых я сам действую на основе шпаргалки который сам для себя сделал и соответственно вот эта шпаргалка она потом будет разослана вместе с другими материалами в конце этого вебинара потому что совершенно не стоит цели чтобы один раз послушать меня прошу прощения запомните последовательность всех действий запомните все эти настройки вот я просто постарался сделать это удобно здесь там помечены все цветами вот и постарался как можно подробнее расписать все о чем я сейчас буду говорить и если вы не успеете схватить все сразу вы потом будете иметь запись этого видео вы будете иметь вот эту шпаргалку и я думаю самостоятельно вы также сможете произвести настройку если вам это понадобится поэтому давайте начнем сейчас нас интересует основная настройка потепи и мы переходим в нашу среду хайпер ви перед вами windows сервер перед вами диалоговое окно нашего на скейлера коллеги я заведомо постараюсь не быть голосованным я постараюсь объяснять что я делаю но при этом наверное чтобы сэкономить время и чтобы вы не сильно засыпали я постараюсь производить настройки в умеренном темпе то есть но не будем не не сильно мешкать и не будем бежать сама с вами голову для того чтобы настроить для того чтобы настроить аутентификацию и скажем так логин попадания на сервер балансировки первое что нужно сделать очевидно это создать сервер балансировки поэтому нехитрыми движениями создаем сервер балансировки указываем его имя тип входа через ssl указываем айпи я еще оговорюсь в той же самой шпаргалке для просто для понимания почему мы используем целенные айпи на что они влияют там написано какие предварительные записи в dns были сделаны потому что для этих айпи соответствуют те самые имена которые будем использовать во время настройки данных сервисов после создания сервер балансировки мы пропустим шаг с созданием сервера единственное мы добавим сертификат здесь заранее создан валкарт сертификат для этого нетскеллера это локальный обычный доменный сертификат и затем давайте создадим я также поясню что я не буду пользоваться удобной но непонятной для внешнего зрителя функции нетскеллера когда можно создавать разные элементы находясь в одном и том же меню я намеренно все это буду делать раздельно чтобы вы понимали из какого меню вообще что мы создаем нужно создать для работы данного сервера нужно создать службу не выбираем существующие назначаем создаем создаем новый сервер в данном случае это айпи нашего адэ потому что мы будем именно задача нас попасть на этот айпи на то что творится на http порте порту восьмидесятом вот а именно у нас там развернут обычный наш веб-сервер соответственно сделав две вот этих вот нехитрых настройки у нас появился сервер у нас появилась служба и эту службу нужно добавить к нашему серверу балансировки выбрав ее из списка проделав эти настройки мы видим у нас работает поднять наш сервер вот который у нас доступен по этому айпи адресу далее вы заметили что пытаясь попасть на сервер балансировки следующее что происходило следующее что происходило нас редирект или на сервер аутентификации поэтому следующее что мы должны создать мы должны создать сервер аутентификации наш виртуальный сервер находится в закладке security виртуальные сервера точно также добавляем наш сервер имени так принципиально принципиально айпи который вы заранее назначаете и продумывать и в своей системе также принципиально добавить сертификат потому что у нас все работает по ssl и здесь мы пока пропускаем все остальные настройки за исключением того что но везде рекомендуется это и выглядит симпатично я так понимаю что там есть какие-то определенные технически тоже ограничения или наоборот какие-то фичи нам нужно выбрать тему портала rfb затем когда мы создали этот сервер аутентификации нам нужно его добавить к серверу балансировки который мы создали изначально то есть нам нужно настроить вот этот передирект о котором мы говорили данная настройка заключается в том чтобы добавить пункт аутентификация выбрать тип форм-бейст и здесь нужно ввести тот самый эффективен который у вас прописан вашим днс для айпи нашем случае 1020 3044 дема около и единственное что требуется просто выбрать тот самый сервер аутентификации которые мы только что создали да таким образом мы настроили сервер балансировки мы настроили сервер аутентификации а аутентификация всегда предполагает что нам нужно вводить имя пользователя пароль и основной элемент нашего кейса это все равно аутентификация в льда поэтому следующее что мы делаем мы создаем экшен и политику аутентификации в льда прошу прощения итак экшены сразу не пугайтесь глубины меню к этому нужно постепенно привыкнуть в подсказке которую которую я пользуюсь самым которым мы вам будем рассылать там все это указано то есть будет указано именно адрес всех этих менюшек чтобы нужно было легко найти первое что нас интересует нас интересует экшен и льда плагон экшен данный интерфейс он предполагает минимум настроек который нас нам необходим первое это ip адрес нашего ады который непосредственно будет производить аутентификацию ssl протокол порт тип нашего сервера ад и в данном случае очень важно вот эта галочка чтобы она стояла потому что когда эта галочка стоит это означает что сам процесс аутентификации он должен происходить и именно это нас интересует далее мы указываем стандартное расположение в данном случае контейнера в архитектуре актив директоре то есть то где находится наш пользователь в нашем случае администратор потому что этот пользователь администратор он как раз необходим для того чтобы производить все взаимодействие с ады с его актив директоре с каталогом пользователя указываем его пароль и жмем кнопку тест коннекшен чтобы проверить что все что мы ввели правильно если появилась зеленое окошко значит эти данные верны дальше стандартному выбираем тип атрибутов и на этом настройка первого основного экшена заканчивается мы жмем create и дальше нам нужно создать политику которая будет соединена с этим экшеном создаем политику выбираем тип и собственно выбираем этот экшен который должен соответствовать этой политике в данном случае мы не будем никаких условий выставлять этой политики просто напишем true то есть у нас все это будет происходить всегда далее нам нужно сформировать ту самую страничку тот самый интерфейс который нам позволяет регистрировать наше устройство как вы помните этот момент то есть этот интерфейс он задается таким понятием как login схем логин схема она чем-то то есть то как мы пользуемся логин схемой чем-то похоже на обычной политики то есть у нас есть профиль профайл то есть это непосредственно сама настройка и политика это элемент который определяет условия поэтому сначала мы создаем профиль логин схемы назовем его или схема single auth manage utp и здесь самое главное когда мы нажимаем редактировать мы попадаем в окошко которое нам позволяет выбрать если у вас netskiller версии 12 и то есть версия 12 выше фичер release 1 у вас должны быть все эти предустановленные xml темплейты и нас в данном случае интересует single auth manage utp xml то есть вот так вот выглядит этот темплейт мы его выбираем и создаем этот профиль далее нам нужно создать соответствующую политику этому профилю выбрать этот профиль из списка и в данном случае нам нужно указать условия когда данная политика должна отрабатывать я сейчас быстро напишу само это условие и объясню что мы делаем данное условие оно указывает на то что политика должна отработать в тот момент когда request запрос точнее в запросе http в его куки находится вот это значение на ситас вот то есть находится вот это значение manage utp то есть тот момент когда система видят что мы вот там вот после свша после url добавили manage utp именно в этот момент сработает эта политика и затем когда мы эту политику создали ее нужно добавить к нашему серверу аутентификации добавляем логин схема и выбираем только что созданную политику здесь выберем приоритет 10 следующее что нам нужно сделать нам нужно настроить валидацию проверку второго фактора мы проверили уже имя пользователя пароль а следующее что нам нужно проверить это проверку для этого мы возвращаемся в меню наших экшенов и добавляем следующий экшен мы выбираем тот же самый сервер это тот же самый сервер ад выбираем все те же самые параметры и здесь очень важно когда мы настраиваем аутентификацию или валидацию для utp нам нужно снять галочку аутентификация потому что в данном случае она нам не нужно нам не нужно это это действие производить указываем то же самое расположение нашей нашей учетной записи указываем саму учетную запись пароль проверяем все ли мы указали верно указываем тот же самый атрибут и здесь второй отличительный момент от первого нашего действия мы вот здесь в менюшке прописываем название того самого атрибута в котором будет храниться вот это значение это этот то есть этот юзер параметров я еще раз напомню это атрибут нашего аккаунта ильдап создаем создаем для этого экшена соответствующую политику выбираем тип и выбираем тип экшен который мы только что создали в данном случае нас интересует и выбираем экшен который мы только что создали в данном случае в данном случае политика будет отрабатываться всегда никаких условий нам осталось сформировать изначальный интерфейс самая первая страница которую нас просят ввести имя пользователя пароль и OTP то есть та самая страничка с двухфакторной аутентификацией для этого нам нужно добавить еще одну логин схему точно так же начиная с профиля схема и для данной схемы нас интересует предустановленный темплейт который называется вот так он выглядит имя пользователя пароль и паскод OTP Создаем так же для него политику выбираем только что созданный профиль и в данном случае нас так же не интересуют никакие условия также для правила ставим true и по аналогии с первым шагом эту логин схему надо так же добавить к нашему серверу серверу аутентификации одна логин схема уже добавлена нам нужно добавить вторую при этом при этом приоритет этой схемы должен быть чуть ниже чем приоритет первой таким образом чтобы вот это условие оно успевало отрабатывать так чтобы могла нас направл то есть система могла направлять нас именно на страничку где мы можем регистрировать наши девайсы следующее что нам нужно сделать нам нужно создать тот самый элемент тот самый policy label который будет являться нашим следующим фактором то есть элемент который позволит нам реализовать проверку всех последующих факторов после первого он называется policy label и для того чтобы его создать можно начинать отсюда прямо создание policy label но у вас все равно система попросит сначала создать дополнительную логин схему а именно профиль поэтому мы начнем с конца просто опять же чтобы понимать что должно быть сделано должна быть должен создан быть профиль логин схемы типа но у схема мы его создаем и когда он уже создан можно приступить к осознанному созданию policy label добавляем определяем его название выбираем тип но у схемы который мы только что создали нажимаем continue и здесь от нас просят именно указать ту политику которую мы хотим указать как второй фактор первый фактор у нас идет льдоплагон поэтому как второй фактор в данном случае мы указываем OTP validation select никаких следующих выражений нам не нужно ну и например выставим приоритет 10 добавили согласились и policy label готов последнее что нам остается в нашем первом кейсе нам этот policy label и политику аутентификации нужно добавить на на сервер аутентификации заходим на этот сервер добавляем advanced authentication policy это основная политика аутентификации а именно LDAP вагон и именно здесь мы можем выбрать следующий фактор после после проверки этого мы выбираем следующий фактор мы выбираем наш policy label то есть в этом окошке всегда будет только policy label добавить и по сути наша настройка закончена чтобы проверить то что мы сейчас настроили открываем explorer и пытаемся зайти на сервер балансировки lb demo.local вы заметили что у нас сразу система редиректирована на сервер аутентификации утепь out которую мы настроили и в данном случае если то есть в данном случае у нас еще не зарегистрирован ни одного пользователя точнее не зарегистрирован ни одного девайса у нас есть администратор в нашем ад у нас есть дополнительный пользователь который мы создали для того чтобы добавить устройство Как мы видели на видео, мы удаляем данную часть после URL и добавляем NUTP. Таким образом мы попадаем на страничку, которая просит у нас только один факт, только LDAP credentials нашего пользователя, введя который мы попадаем на страницу регистрации устройства. Я удалю наше тестовое устройство, которое я создавал до этого. Таким образом выглядит страница, у которой не настроено ни одного устройства. Для того, чтобы устройство добавить, мы нажмем Add Device, вбиваем название, вот мой телефон Meizu, нажимаем Go, и система генерирует определенный секрет 16-значное кодовое соло и генерирует вот этот QR-код. Для того, чтобы этот QR-код считать, я поделюсь с вами своим экраном своего телефона. Сейчас вы должны видеть экран моего телефона. Вот это приложение Google Authenticator, которое мы запускаем. Нажимаем начать. И у нас есть возможность сканировать штрих-код. Я сейчас нажму. Видно, что камера работает. Здесь вы можете заметить, что эта система, по крайней мере на моем телефоне, она почему-то не реагирует на этот QR-код, если ты на него целишься долго. То есть, вот видите, сейчас ничего не происходит. Я выйду назад и попробую сканировать, уже нацелив телефон на этот QR-код. Как видите, QR-код считывается моментально. Вот эти шесть чисел, это и есть тот самый OTP, который теперь привязан к моему телефону. Вот эти часики. В общем-то это, ну, пускай здесь останется. Теперь этот QR-код можно протестировать. Нажимаем Done. Вот, мое устройство зарегистрировано. Можно либо протестировать. 500.535. Successfully. Соответственно, мы можем выйти, на всякий случай, перезайдем еще в сам Explorer. И попробуем войти уже с нашими credentials. На саму страницу. Чтобы вы понимали, что здесь все работает, я заведомо введу неправильный пас-код. Он меня никуда не пустит. То есть, у нас здесь не проходной двор. Но при этом, если я введу эти credentials верные, и при этом 400.619 как наш OTP, то система нас аутентифицирует. Мы попали на тот самый сервер, на который хотели. Первое задание у нас выполнено. Организатору, у меня есть маленький вопрос. У нас время вебинара назначено час. И вот через час у нас все отключится? Или у нас... Не отключится, да? Отлично. А то я начал переживать, что сейчас запись оборвется. И все. Так, коллеги, я надеюсь, то, чем мы сейчас занимались, вас не утомило. И вам это полезно и пригодится. Еще раз напомню, у нас не стоит цели, чтобы вы запомнили прямо на бегу все, что я делал. Нужно иметь представление. Нужно иметь под рукой запись этого видео. Нужно иметь под рукой вот эту шпаргалку, по которой непосредственно настраиваю я. которую сам для себя сделал на основе нескольких видео, нескольких документаций, пытаясь понять, как все это работает. Так. Следующее, что мы хотели сделать. Мы хотели настроить двухфакторный вход с OTP на Baitway. До этого у нас была настройка сервера балансировки. Поэтому возвращаемся к нашему NetScaler. Чтобы входить через Gateway, этот Gateway нужно создать. Поэтому создаем виртуальный сервер для нашего Gateway. Указываем IP-адрес, который мы заранее прописали в DNS на имя Gateway. Указываем сертификат, чтобы работал SSL или TLS, правильно. Так. Пока пропускаем предложенную аутентификацию и добавляем рекомендуемую всегда и везде тему портала RFWeb.UI. Дан. Создали Gateway и в отличие от сервера балансировки, в котором мы добавляли в Gateway дополнительную опцию аутентификации, для Gateway существует отдельный элемент, который называется Authentication Profile, то есть профиль аутентификации. То есть для Gateway не предусмотрен редирект. Для Gateway предусмотрен такой прозрачный режим, когда вы даже не видите, что аутентификация происходит не на самом сервере, а где-то на стороне. Поэтому для того, чтобы у нас эта система заработала, нам нужно создать профиль аутентификации. ATP Authentication Profile Здесь есть интересное поле Authentication Host, оно обязательное, но при этом оно не несет никакой смысловой нагрузки и везде написано и все говорят, что этот адрес может быть любой. Поэтому я написал совершенно нигде не зарегистрированный адрес 123.dm.local Единственное, что от нас требуется, это выбрать настроенный заранее сервер аутентификации. Create и на этом создание профиля завершено. Теперь от нас требуется этот профиль добавить к нашему gateway. для этого существует отдельная опция Authentication Profile и следующее, что нам нужно сделать настроить простой кейс, то есть настроить простую сессионную политику, которая нам позволит вообще увидеть это все в действии, а именно для NetScaler в части сессионных политик нам нужно создать как обычно начиная с профиля создать профиль, который будет определять поведение будет определять то, как система будет обрабатывать наш запрос на вход и куда нас она будет вообще помещать и что нам будет показывать. В данном случае можно ограничиться буквально именем настроек включить Clientless Access то есть доступ без клиента выбрать тип плагина Windows добавить возможность пользователю выбирать то есть иметь возможность выбора либо это VPN либо это VPN у нас в браузере то есть либо с клиентом либо без клиента и очень важно включить Default Action авторизация чтобы он нам позволял авторизацию производить. На этом настройка сессионной политики в данном случае завершена прошу прощения профиля для профиля нужно создать политику алгоритм всегда везде одинаковый сначала какое-то действие потом политика и выберем и выберем из VPN и выберем и выберем осталось и выберем данная ошибка вылетает второй раз может быть как раз я не стал с ней бороться мы сейчас вместе победим если вдруг у вас возникает что-то подобное в моем случае помогает просто ребут то есть помогает перезагрузка NetScaler данный вебинар я откатывал несколько раз соответственно каждый раз настройки я удалял вручную но видимо какие-то настройки они все равно остаются может где-то в кэше и мешает ему правильно соображать поэтому коллеги сейчас мы этот NetScaler перезапустим это займет какое-то время если кого-то интересует каким образом если кого-то интересует каким образом я показывал экран своего телефона весьма любопытное приложение то есть это пара приложений на стороне пока это некий mirror of receiver на стороне телефона это mirror of sender то есть я запускаю приложение там и там соответственно когда они находятся в одной сети это даже беспроводное беспроводная передача на телефоне я вижу что такое прошу прощения на телефоне я могу видеть список устройств и выбрав и выбрав в качестве в качестве ресивера свой компьютер я могу транспортировать туда экран свой телефон и в общем-то производить любые демонстрации поэтому те кто занимается MDM mobility если вам это вдруг интересно можете взять себе на вооружение вот а я надеюсь наш схиллер уже сейчас перезагрузится мы продолжим да наш схиллер перезагрузился не заставил нас долго ждать мы остановились на том моменте что мы во-первых мы создали еще раз мы создали виртуальный сервер gateway мы создали профиль аутентификации создали сессионную политику для gateway чтобы он отработал и показал нам то что мы хотим теперь эту сессионную политику нам нужно к этому gateway к этому виртуальному серверу добавить в прошлый раз нам нэнскиллер это не дал но будем надеяться что после перезагрузки он помягчает помягчает политика добавлена сервер создан и теперь заходя заходя уже не на сервер балансировки на сайт gateway вы видите у нас уже картиночка слева чуть-чуть другая которая говорит нам что мы попали на unified gateway и все то же самое аутентификацию мы не меняли у нас тот же самый пользователь у нас у меня по-прежнему в руках запущено приложение с нашим отепи которое сейчас выдает 206 176 и мы попадаем мы попадаем на то самое окошко которое мы настраивали так у нас осталось еще два момента которые я бы хотел рассказать один из них связан с тем что есть интересный момент я о нем услышал одного западного блогера который разбирает технологии citrix если мы заходим в данном случае вы могли видеть что я захожу на сервер балансировки это наш первый случай когда мы должны были попасть на синий экранчик из веб-сервера в том случае когда мы только-только разворачиваем эту систему когда у нас еще пользователи не успели добавить свои устройства у нас вот из коробки по умолчанию есть одна уязвимость например вот у нас есть в системе пользователь администратор и у него нет никакого устройства и в данном случае если мы просто введем его имя пользователя и пароль и даже не будем ничего вводить в паскод и нажмем мы просто попадем на этот сервер то есть нужно понимать что из коробки для пользователей у которых не настроены никакие неприсыненькие устройства у них это есть брешь есть эту уязвимость поэтому давайте эту уязвимость постараемся устранить для того чтобы это сделать нам необходимо добавить дополнительную проверку LDAP и действие на самом деле это простое в треша как вы помните наши экшены наши политики LDAP находятся security AAA политики аутентификация advanced policies actions LDAP здесь нам требуется добавить еще один action LDAP OTP назовем его challenge проверка выбираем тот же самый IP выбираем SSL тип подключения точно так же убираем аутентификацию в данном случае она для нас не важна точно так же пишем как и всегда расположение нашей учетки саму учетку пароль и проверяем все ли мы так ввели отлично ввели все правильно добавляем такой же атрибут добавляем то же самое слово прошу прощения тот же самый атрибут user parameters то где хранится вот этот утепи секрет но при этом для этого экшена мы добавим фильтр то есть этот фильтр он будет смотреть а есть ли вообще вот в user параметрах что-нибудь я сразу скажу я не знаю точно что выполняет вот это действие знающие люди может быть в чате поделиться с нами да то есть по сути этот фильтр он проверяет вот не не пуст ли вот этот user parameters то есть он как раз нам даст возможность не пускать тех людей у которых в user parameters ничего нет вот все настройки ввели создаем этот экшен и остается нам добавить соответствующему политику выбрать тип LDAP и выбрать этот экшен челлендж и здесь это опять же не совсем по книжке это мое предположение как это можно сделать можно выбрать условия по которому в отличие от предыдущего случая когда мы использовали подобное же выражение у нас проверялось равенство вот этому OTP в данном случае можно проверять чтобы этот параметр был не равен таким образом у нас эта политика будет работать во всех случаях кроме того когда мы заходим на страничку менедж OTP это связано с тем что если поставить сюда например всегда или поставить сюда ну да то есть например если вот это условие не ставить совсем то тогда вы действительно не сможете зайти на начальном экране когда вас просят имя пользователя и пароль и OTP но вы также не сможете зайти и даже чтобы устройство зарегистрировалось поэтому чтобы эта функция вам не мешала заходить по однофакторной аутентификации по регистрации устройств вот как раз это устройство нам помогает на этой страничке оно там не работает создать так и последнее что нужно сделать вот эту проверку дополнительную мы как раз добавляем в наш policy label то есть еще раз policy label это список факторов и список условий им соответствующих которые реализуются после какого-то основного после первого то есть все разветвление все алгоритмы они формируются именно в policy label здесь у нас уже есть проверка OTP ну просто самого самого кода но для того чтобы эту проверку осуществлять мы добавим проверку на пустоту вот этого атрибута и при этом сделаем ее выше приоритетом так чтобы она проверялась в первую очередь никаких последующих действий нам не нужно вот как вы видите эта политика добавлена так вначале я уже показывал что брешь есть после введения данной данного условия эта брешь должна быть устранена заходим опять на сервер балансировки вводим данные того же самого администратора тот же самый его пароль и пытаемся зайти без OTP в данном случае он нас уже не пускает при этом если вот не вводить то условие то он нас не пустил бы даже и сюда но здесь хотя бы мы можем уже добавлять устройство для нашего администратора итак еще раз мы с вами настроили доступ на сервер балансировки сделали основную настройку самого OTP сделали настройку для Unifying Gateway устранили брешь которая существует изначально из коробки и последнее что нам нужно сделать это постараться настроить или донастроить нашу аутентификацию с Native OTP для того чтобы попасть в Storefront потому что там есть одно но то есть сразу это у вас не заработает для того чтобы настроить вход на Storefront во-первых Storefront должен быть установлен он должен быть хотя бы настроен в том плане что на стороне самого сервера Storefront должна быть связь с с вашим NetScaler то есть там должен быть минимум настроек уже проведен должен быть включен Remote Access и так далее у нас это уже все сделано но это не не принципиально скажем так для того чтобы понять как работает вход через OTP для того чтобы нам попасть на Storefront давайте создадим дополнительную сессионную политику для нашего Gateway Гитвы политики сессии та политика которую мы создали она нам позволяла попасть в стандартный интерфейс Gateway для того чтобы попасть в Storefront один из вариантов это не не обязательно делать именно так просто так делаю я мне почему-то так нравится и так создаем сессионную политику для того чтобы попасть на Storefront для этого выделяем возможность отображать некую страницу в нашем случае это URL нашего Storefront как он xdc demo.local citrix.store.web citrix.store.web для данной политики мы отключим clientless access мы включим single sign-on для windows разрешим авторизацию в принципе разрешим ICA proxy укажем веб интерфейс это ip-адрес ip-адрес нашего storefront укажем укажем сам домен для single sign-on и на этом все то есть вот этих вот вот этого минимум настроек достаточно для нашего для нашего кейса чтобы посмотреть попадаем мы на storefront или нет для этого профиля создаем соответствующую политику как всегда ничего не меняется в этом плане citrix очень постоянная в этом плане всегда все стабильно storefront policy и выбираем storefront профайл который мы выбрали который создали заранее в качестве выражения можно использовать nsq создаем и добавляем эту политику к нашему gateway точнее не добавляем а заменяем прошлую политику на вновь созданную предыдущую политику мы подключаем подключаем новую storefront казалось бы пока все понятно и должно бы заработать уже сейчас но смысл в том что для single sign-on storefront storefront необходимо знать только наше имя пользователей и пароль на странице аутентификации происходит обработка трех данных еще происходит обработка OTP и для того чтобы не происходило ошибок вообще чтобы это работало то есть я не могу сказать как это все происходит прямо на уровне протоколов но чтобы это хотя бы работало не выдавало ошибок нам нужно произвести следующее действие нам нужно вернуться в login схему для нашей двухфакторной аутентификации которую мы создавали в самом начале точнее в профиль этой схемы вот это с dualfactor и здесь есть такая настройка определяет ну некий индекс некий некое порядковое число для поля с пасфордом для поля с паролем потому что на этот индекс мы потом будем упираться нажимаем ок затем чтобы это эта выборка у нас заработала нам помимо сессионной политики для нашего gateway требуется создать еще трафик полюси то есть политику трафика заходим в меню трафик начинаем также с профайл с профиля и создаем политику для трафика файл единственное что от нас здесь требуется помимо названия это указать специальное специальное условие которое именно будет указывать на тот самый индекс на тот самый порядковый номер который мы указали до этого в нашей логин схеме так подсказка рек юзер атрибут в нашем HTTP запросе для атрибута пользователя мы выбираем атрибут с индексом 1 для сингл сайной паспорт в общем-то все достаточно очевидно создаем добавляем политику трафик полиси выбираем наш профайл только что созданный и не закончимся с условием создаем и последнее что нам нужно сделать это добавить эту трафик полиси к нашему gateway добавляется там же где добавлялась сессионная но так как это другой тип добавляем ее таким образом выбираем тип трафик request и выбираем эту политику которую только что создали добавляем подтверждаем идем пробовать в данном случае при запросе url gateway мы должны попасть прошу прощения при аутентификации на unifying gateway со всеми теми настройками которые у нас уже подготовлены заранее именно пользователь и наш утп который до сих пор работает ничего не изменилось так мы с вами должны попасть и попали в окошко storefront если кто-то подумает что зачем мы вообще все это делали вот может там и так все работает не работает давайте попробуем сломать одно из тех настроек которые мы делали чтобы убедиться что оно не заработало если бы мы все этого не делали а именно например вернуться к логин схеме к профилю и вот у этой двухфакторной аутентификации убрать вот эту единичку единичку убрать на всякий случай заходим заново браузер закрывая чтобы все кэши освободились так gateway пароль отепи 248 нас пускает но не на страх ронт если у вас вдруг появляется такая картина одна из причин может быть именно в этом таким образом коллеги я очень надеюсь что все кто были в начале до сих пор с нами что это не было утомительно вот по большому счету по прошу прощения по большому счету на этом все что я хотел вам рассказать чем хотел поделиться на этом вебинаре заканчивается вот я не следил что происходило в это время с вопросами у нас не было вопросов я надеюсь это не потому что все спали и некому было печатать может быть это все-таки потому что было понятно вот так мне сейчас сообщают что запись этого вебинара будет завтра вот она будет долго конвертироваться вот и соответственно да ну слайд показывает что мы все вас поздравляем с наступающим новым годом вот всем добра и счастья чтобы все было замечательно и все эти материалы которые использовались в данном вебинаре а именно чудо-шпаргалка по которой происходила вся эта настройка запись видео самого вебинара и презентация они будут разосланы в общем порядке в качестве рассылки поэтому если вопросов больше нет я не смею больше задерживать вас тратить ваше рабочее время вот рад был с вами сегодня заниматься всем всего доброго с наступающими праздниками до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...